Такие пляжи у них. Миленький камушек. Красота. Здесь ходит человек. Во время очередного турне путешественник Александр Яловик практически не выпускал из рук мобильный телефон. На камеру своего смартфона фиксировал самые колоритные места Средней и Центральной Азии. На пути мужчины встречались невероятные пейзажи, интересные люди и животные, которых не встретишь вдоль дороги Беларуси. Особенно впечатлило туриста то, что в Кыргызстане народ от мала до велика ездит верхом, кто на осликах, а кто на лошадях. Безусловно, не оставила равнодушным и нетронутая природа. Довезите до Бобруська. Красавцы. Одно из невероятнейших мест, которое странник первым делом отметил на карте путешествий, это ущелье Каньон Сказка, что находится на Иссыкуле. Это, уверяет бобручанин, хотя бы раз в жизни просто нужно увидеть. Дошел я до этой сказки. Только здесь что-то нет. Ни Елена Прекрасная, ни Кащая, ни даже Бабу-Иги. Экскурсия мужчины продлилась ровно два месяца. А общее расстояние составило почти 13,5 тысяч километров. А за это время Александр Яловик посетил Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Где добирался пешком, где подвозили. Говорит, не голосовал. В основном дальнобойщики сами были заинтересованы в белорусском попутчике. Все потрясающе. Особенно Кыргызстан. Там было все то, что я хотел. Горы, кони, чистая вода, Иссыкуль. Просто потрясающе. Потрясающе. Везде встречали просто на вора. Если говорить о потраченной сумме, то весь поход Бабручанин обошелся чуть более чем в 500 рублей. Плюс с собой странник взял необходимые продукты. Рюкзак на 100 литров, признается, утрамбовал целиком. Обязательные компоненты – это чай и сало. Эти продукты мужчина брал с собой и на Кавказ, и на Байкал. Одна из главных локаций любых его путешествий – это горы. Красота Азии тоже не стала исключением. Подробнее о строителе по профессии и философе по жизни расскажем в воскресенье в итогах недели. Не пропустите. Мария Пересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова